короче вот она опять история смотрите опять сколько снега не знаю сантиметров наверное опять 15-20 и смотрите чего здесь наверху это конечно стою с мужем разговариваю тут офигеть прикинь это упадет скоро ужас какой короче да вот смотрите горы снега у соседей он только что чистил опять снег я говорю у меня с этой зимы столько останется воспоминаний записанных и все эти вспоминания будут о снеге да зато хоть солнышко вроде тает все опять завтра растает подзавтра выпадет новость супер всем привет доброе утро я вообще молодец короче я хотела все сегодня думаю так сегодня мы едем в банк значит я покажу одну вещь хотя наверное в россии тоже банк такие штуки есть это такая машинка которая считывает ваши монетки на накопилось куча монеток в банке вот и я думал окей нужно отнести и положить банка бы купюр уже деньги не знаю неважно вот это муки надо снять показать я забыла вот то есть наверно банках такое есть и в россии но здесь как бы такие машины для считывания вашей как бы издачи дали монеток есть в каждом большом магазине даже может маленьком магазине очень кто из как это менеджеров хозяин магазина в общем хотят такую себе штуку они себе заказывать ну вот но в общем ведь наверное не судьба потом еще покажу очень давно с накопилась куча монеток нас было в одной банке только желтенькие это одноцентовые монет одноцентовые монетки ли они выглядят в общем желтенькие маленькие и в другой банке маленькие у нас были только белые монетки ли только 10 центовые пяти центовые и 25 центовые то есть дай мы николы николс и квотеры наши так что вот хорошая вещь копить деньги в банке потому что просто так вот скидывать сдачи ты никогда не знаешь сколько у тебя там через когда банка наполняется мышь блин надо избавиться на мелочи потом получается что в 150 долларов тебе теперь банки плюсом лежат так что вот как то так ладно в общем пойду пойду чё-нибудь поделаешь сейчас утро но значит что в 10 утра споролись какая-то и поехали в банк так что дальше я пойду готовить завтрак пока да вот у меня в такой банке было были деньги тем были монетки и желтенькие здесь были беленькие и так что да круто копите деньги в копилке тоже очень вот сейчас я перебираю нашла все в кошельке каст еще мелочи вот поэтому сейчас снова наполняю вот эту маленькую баночку сюда я обычно складываю из были кит конфетки я не знаю то здесь так отворачиваешь поворачиваете выпадываться я сюда складываю одноцентные монетки вот так выглядит и желтенькие один цент монетки здесь у меня в кошельке лежали всякие quoter и уже тоже показывал что вот что это у нас тут написано здесь просто написано соединенные штаты америки четверть доллара вот такой вот чувак ну и вот так вот передние как бы часть выглядит вот там у меня вот здесь у меня в этой банке все белые монетки сейчас покажу так вот там quoter получается то есть 25 центов 5 центов и 10 центов смотрите королева елизавета 2 это вот канадские 25 центов то есть эти у нас не возьмут то что это с канады но не видите они выглядят принципе все почти одинаково вот поэтому очень часто в самих магазинах то есть не замечают кассиры а в банке понятное дело что заметят что это не американские деньги вот обычная монетка 25 цент на так вот выглядит то есть сзади орел и впереди вот так смотрится вот например это у нас чё коннект коннектикут нью-йорк понятное дело со статуи свободой и тому подобное то мы уже видеть посмотрите всем знакомый штат мичиган написано штат великих озер но тут у меня с эти монеты которые сейчас разбирала свою копилку старый то есть мы раньше все собирает в это вот большой такой банки сейчас я решил использовать эту маленькую и вот это вот такое смотрите нашла 2 рубля затем вот это было ну да это вот такой смотрите 1 доллар я не знаю какая-то в общем специальный выпуск издание 10 рублей вот эти старые старые пятицентные монетки то есть тут как бы с одной стороны коренной коренной американец и с другой стороны вот такой вот bull или как он называется короче такой вот бык на другой стороне и такие вот назову такие монетки где этот бычок сзади называется баффало баффало никол вот значит компетентного монетка буффало 50 копеек и это вот эти канадские смотрите вот американские действиями один цент и вот канадский один цент поэтому видите они принципе выглядит одинаково здесь написано канада сзади а здесь соединенные штаты америки один цент написано а в магазинах я говорю о тут выглядит то что одинаково даже одного размера поэтому их часто продавцы не замечают а банки вам их возвращают по что канада так близко поэтому здесь все повсюду эти канадские деньги затем вот эти вот такие большие доллары золотые 4 наверное какая-то помню турецкая денежка моя а нет а это ямайская до 20 долларов ямайских это тоже ямайская денежка смотрите какая прикольная сколько это 10 долларов это еще один а это 50 центов эти 50 центов они в витихе небольшие нет вот затем это чё у нас а вот они куруши мои 25 куруш да называется это вот и турецкие денежки это тюрк вроде как вроде как все показала ну вот смотрите какой прикольный один доллар джордж уашингтон так что вот как то так как то так наверное глупо показывать вот нам какие-то монетки денежки но может кому то интересно я просто не знаю смотрите моя мечта осуществилась черный чай с молоком на липтон мой с молоком наконец-то не ему не молоко этот такой я не люблю общем сливки которые пудровые вот поэтому но сервис в магазине сказать что нам нужны сливки на только не пудру что когда мужа спрашиваю купить мне сливки когда он на работе например то он не привозит пудровые именно сливки вот но сегодня мы наконец-то купили нормальные сливки теперь у меня есть чай с молоком я могу пить сколько угодно вот а молоко мы не попало потому что у меня у мужа не очень перенос лактозы происходит вот так что да круто и сегодня я еще досмотрели такие это замечательная жизнь кому интересно посмотрите блин я последние минут пять прорыдала в этом фильме потому что очень посмотрите если этот напишите мне понравилось вам или нет но просто замечательный фильм готовы это кошмар да всем привет да мне вот так наверно сделать всем привет и а зачем я так делаю вот как она сделает и так да вы видите да вот это весь капец какой там флорица очень да вы это увидите я не знаю какого числа но пока что у меня расписание в этом в ютюбе и вообще это катастрофически блин чё так мало света как мне бесит эти лампочки о я не могу дождаться когда мы сезду едем так вот в эту виде на начале марта и уже наверно тогда мы точно будем знать куда мы и зачем мы едем но да тем не менее короче вот на память тебе альбина тебе вот этим нужно всем разобраться и самое интересное что я уже показывал у меня всего один чемодан раз два три и в другой комнате еще стоят три чемодан это все мужа у него два чемодана для ботинок ботинков обуви общем один чемодан него для костюмов то есть у них у него выходные костюмы потом плащи у него различные короче модняв у меня парень вот и я уже показывал вот эта коробка вот это вот нижняя коробка получается полные полные этих она полные галстуков я уже показывала в каком-то видео спортивная у него сумка со всякими боксерскими штуковинами штаны это я искала короче да темно но тем не менее вот если видно это галстуки все перчатка боксерская галстуки один раз когда я считала было около 400 галстуков здесь и все это предстоит убрать мне мне не убрать с утюг а собрать короче да весело и самое интересное мы в этой комнате получается вообще не бываем то есть она с таким было именно было как будто мужа уехали отсюда 100 100 кошмаров она нас таким как бы складом является не знаю вот потому что мы решили окей почему я все время спрашивать почему у вас там вы не показываете чего вас дома почему у вас того то нет почему у вас вот это не там стоит почему у вас бла-бла-бла-бла-бла короче вот потому что у меня муж если ему дать волю он будет мне приносить по куску мебели или там и красить стены каждую вообще хоть когда эти стены мне не снится будут весь дом что снаружи что внутри покрашен такие вот я даже не знаю что это за цвет но это такой серо-бежевый какой-то в общем кошмарный цвет привет так вот этот серый серо-бежевый непонятный какой-то песочный цвет по всему дому я уже не могу на него смотреть я уже не могу считаю дни когда мы отсюда съедем вот но тем не менее почему мы там ничего не перекрасили еще что-то я такой человек что мне не могу я не вижу смысла не знаю то есть не у всех все сразу получается не всех не все все сразу достается как некоторым почему-то мне так говорят как будто я должна была я не знаю то что вы же в америке живете это же не значит что мы живем в золотых горах что вся америка золотых горах живет многое что показывать в америке зависит от того какая как бы семья и тому подобное у нас немного другая ситуация вот поэтому принципе не важно короче почему у нас почему мы ничего не покупали в этот дом потому что я не вижу смысла вообще то есть если бы я приехал до того как у меня муж сюда например за заехал он здесь жил без меня наверное месяца два вот и то есть он разобрал там стол поставил этот вот собрал какую-то мебель еще что-то собирался покупать там не знать диван и еще что я стала нет окей стоп стопы мы ничего не покупаем я даже обратно собрала у него здесь вот там видите зеркало стоит вот там я уже запаковала еще какие-то зеркала стекла в общем я такой человек что вот мне я не вижу смысла мы и так получается здесь платим довольно таки приличную сумму за вот этот дом который не обогревается не еще что-то какие в америке я не знаю как других штатах у нас здесь такая вещь то есть когда ты арендуешь квартиру дом комнату неважно у тебя обычно арендатор выполняет какую-то то есть ты платишь за аренду и за газ и воду нет газ и то есть да газ и электричество а заводу получается платит твой арендатор но во многих так или наоборот на на будет написано например бесплатное обогревание вот то есть тебе не нужно платить из какой-то билл твой или какой-то счет будет платить твой арендатор или хотя бы он должен приходить то есть тебя там поломалось что-то да он должен прийти это починить за как бы не за их счет или стричь газон или выдувать этот снег во многих очень во многих бы именно ситуациях так именно происходит то есть меня муж когда когда он раньше жил в каких-то там в квартир других квартирах домах и так обычно было то есть он не платил за все мы здесь платим за все вот поэтому у нас как бы вместе получается довольно таки приличная сумма поэтому я не могу дождаться пока мы отсюда съедем потому что для меня это вообще никакого смысла просто не делает отдавать такие деньги еще при этом покрасить им стены и потом перекрасить опять в их цвет когда мы будем съезжать ну что нас такие не очень это не очень какие-то добродушные арендаторы короче это капец меня на заднем плане что творится но лучше чем мы не покрасим стены лучше мы эти деньги положим в кучку до сохраним на уже свое свой дом не знаю еще что-нибудь в общем че вообще это все объясняю неважно меня вообще дела и дела тут нужно разбирать чемодан мы вернее собирать чемодан мой так что да вот он мой маленький чемодан смотрите а кстати у меня до сих пор тут написано я не вижу в общем вот написано русские пиолинии тагировая кто альбина да все нормально 17 ноября 2012 года направлении detroit metro затем gfk и что это где меньше пересадка была а в москве у меня была пересадка круто ладно пора снимать и вкладывать эту штучку в альбом последнее время я вообще уже наверное я вот за эту неделю сделала я не знаю сколько блюд но все блюдо я сделала в одном соусе то есть этот горчичный соус чесноком и отдельно лук то есть лук я карамелизирую в общем как бы карамельный лук то есть лук когда я его обжариваю добавляю туда сахара вот коричневый сахар а это вообще вкусно и обязательно нужно обжаривать лук на этом на сливочном масле вообще так вкусно получается поэтому да просто так хотела сказать карамелизированный карамелизированный лук курица запотела вот смотрите примерно какого цвета получается лук когда добавляете туда немножко сахара вот там такого карамельного и очень прикольно смотрите что я нашла прямой эфир из сочи открытие олимпиады не знаю вчерашний или не вчерашний на общем сегодня 7 число и вот пятница то есть вроде вчера началось да так сейчас смотрю слушаю что рассказывают город станет ключевым символом россии на туристической карте планеты тихо Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Видимо, это мой чемодан Сейчас будут эту штуку выкидывать Жалко, конечно Думала на память оставить Но нет, надо это Чем меньше вещей, тем лучше Сейчас начала подписывать коробки Да, вот там у меня Здесь все всякие рождественские штуки Постельное белье будет в этой коробке Короче Переезды Я никогда в жизни не переезжала То есть я переезжала, конечно, там Из Уфы Но там всегда была мама Мама или папа Это самые лучшие Паковщики и сборщики Так что Так что мне вообще сейчас не весело И у меня муж Я не могу То есть я когда вижу, что я собираюсь Мне нужно, чтобы у меня все было Чтобы я точно знала, что вот здесь там бьющиеся Что вот здесь не бьющиеся Что здесь это Что здесь то По цветам там чуть ли не распределить А у меня муж просто скидывает все в одну сторону И говорит Потом разберу То есть что мне нужно Я пытаюсь разложить То есть то, что мне нужно будет Оставить поближе Что мне пригодится В общем Я пошла